Вы смотрите отзыв об отеле Philly & Sweets Resort & Spa. Этот отзыв был оставлен на просторах Интернет-путешественникам с ником R, который был в нем в 2013 году. Говорят, что 70% наших граждан оказались людьми незаурядного ума и на три трудовых дня между майскими праздниками в этом году взяли отпуск. Отгул, больничный, и немытьем, так катанием превратили их в прекрасный полноценный отдых. Всего-то делов было убедить начальство, что работа эту короткую разлуку переживет. И только 30% трудящихся вошли в категорию совершенно незаменимых. Бедняги, не знаю, хорошо это или не очень, но мы попали в первую категорию. И вот 1 мая вся наша дружная компания собралась в аэропорту Домодедово. Диктор торопливо объявлял. Вейс такой-то в Анталию. Хукет. Рим. Барселона. Снова Анталия. И вот, наконец, Ираклиан. Это нам. Трансайра, точно по расписанию, воин 737, полный, как банка сардин, мы летим в Грецию, на славный остров Крип, на котором еще ни разу не были какое счастье. В смысле, не то, что ни разу не были, а то, что мы туда летим. В самолете все как всегда, пристегните ремни, плед, наушники, соки воды, вам омлет или блинчики. Словом, полет нормальный, 3 часа с хвостиком. И вот мы все еще под впечатлением от красот Крита, так сказать, в верхней проекции, стоим в огромной очереди на паспортный контроль. Завистливо поглядывая на немцев, которые со своими шенгенскими паспортами гордо маршируют мимо нашей толпы на выход. Три сотни туристов на три окна, это очень долго. Хуже паспортного контроля в Ираклеоне, мне кажется, только паспортный контроль в Неаполе, или в Домодедово, или в Шереметьево, но на крайник, во Внуково. Наконец, таможенник хлопнул в наши краснокожие паспорты на заветную печать. Чемоданы гремят колесами, рассаживаемся по автобусам и в путь. С высоты салона огромного, как мамонт, автобусы Крит сначала пугает. Ограждение не видно, то слева, то справа какие-то ужасные пропасти, а чертов автобус едет по краешку серпантинов, то и дело нависая над этими ужасными обрывами. Сначала это страшно, потом начинаешь понимать, как здесь красиво, синее море до бесконечного горизонта. Горы, которые завораживают, повсюду оливковые рощи, да, Крит прекрасен. Пока мы в восторге таращились по сторонам, час с лишним в пути пролетел незаметно, и наш автобус свернул с национальной новой дороги, сокращенно на сторону деревни под названием Бали, а затем еще раз, от деревни налево, и по узенькой извилистой дорожке мы приехали в отель Филы Инвизор Тент Спа. Автобус остановился возле небольшого хорошенького домика, в котором размещался рецепшн. Итак, отель. В этой поездке мы решили в виде эксперимента пожить не на берегу моря, а в горах, и ни минуты об этом не пожалели. Филы Инвизор Тент Спа стильный, красивый, органично вписавшийся в склон крутой горы, окруженный оливковыми лесами и радующий изумительными видами, да, это была любовь с первого взгляда, конечно, обнаружились и кое-какие косяки, но куда же без этого. Совершенства мы не искали, но об этом позже. Девушки на рецепшн по-русски не говорили, но по-английски вполне, поэтому мы как-то сумели друг друга понять. Пока оформлялся номер, мы прошли через холл на балкон со стеклянными ограждениями, на самом деле хорошенький одноэтажный со стороны дороги домик оказался четвертым этажом отеля, и виды оттуда были такие, что дух захватывало. Номер нам дали на третьем этаже, вполне себе симпатичный, просторный, две удобных кровати и диванчик, халаты, тапки, кресло с торшером, столик, на который горничная каждый день ставила нам чудесные букетики цветов, с большим широким балконом, на котором так было упоительно, в хорошем смысле, за бокалом критского белого или красного провести час-другой в дружеской беседе, упиваясь роскоши заката, величественных гор, озаренных уходящим солнцем, темнеющих долин и моря вдалеке. Был в номере вполне приличный телевизор с русскими каналами, холодильник, сей, ванной, душевая кабинка и, собственно, ванна, шампунь, кондиционер, гель для душа неплохого качества, очень чистая ежедневную уборку девочки делали на совесть. Скажу сразу, что если вы любитель именно пляжного отдыха, то в Филлайн Резорт Энд СПА лучше не ездить. До моря пешком слишком далеко, зависит от отельного трансфера, неудобно, да и пляжи в Бали. Но не самые лучшие на Крите, на мой взгляд. Отель хорош для тех, кто проводит отпуск на колесах, он небольшой, уютный, постояльцев совсем мало, а мест для парковки полно, донор полтора-два километра, уединенное место в горах, очень красивый отель, изумительная природа, чистейший воздух, офигенная кормежка, что еще нужно неприхотливому туристу. Ночью часа в три выйдешь на балкон, свет везде полностью выключен, преступники, если они там водятся, видимо, тоже утомились и давно спят, и представляете, нереальная, изумительная тишина и небо как-то светится серебряным цветом, так много на нем звезд. И прямо над головой висит большая медведица, и все звезды в ней просто огромные. Размером с кулак, тщеслово, глаз не оторвать, и яркие, как алмазы. Ночное критское небо просто завораживало. Утро всегда было солнечным и начиналось оно песнями петухов, доносящимися из долины, звоном козьих колокольчиков где-то в горах, ну и до кучи ржаньем лошадки, которая паслась между оливковых деревьев, под эту музыку мы вставали, умывались и шли завтракать. И теперь самое время рассказать о том, что так важно для всех нас на отдыхе, про еду в отеле Филлен Резорт энд Спа от завтрака. По утрам в начале мая на Крите еще прохладно, но все завтракают на веранде, неспешные с удовольствием, чудесные виды, чистейший воздух, превосходная еда. Кроме, пожалуй, апельсинового сока, воды и льда в нем, на мой вкус, было многовато, зато омлеты специальная тетушка стряпала просто замечательные, для каждого персонально, разбивала в миску пару яиц, на вид совершенно деревенских, такие в них были яркие и жуткие, взбивала вилкой и предлагала кучу разных добавок. Приветливые люди, много всего вкусного, разнообразные свежайшие булочки, джемы, кофе и молоко в кувшинчиках, овощи, фрукты, всякие сырые колбасы с окороками и ветчинами, не поверите, из настоящего мяса, глаза разбегаются, от завтрака всегда оставалось ощущение удовольствия. Ужин. А от ужина оставалось чувство вины, нельзя же так бессовестно обжираться всякими вкусностями. Баранина, говядина, рыба, кальмары, они же фаршированные, салаты всех мастей, овощи, фрукты, супчик, мороженое, ужас. А уж как был хорош шеф-повар, величественный и дородный, сурово оглядывающий голодных туристов, оценили ли шедевры греческой кухни, мы и оценили, примерно на лишний килограмм по приезду домой. А уж как хороши были официанты, приветливые и быстрые, улыбчивые и доброжелательные, словом, отель очень понравился. Очень приятно было, когда накануне Пасхи, она была 5 мая, нам в номер принесли греческий кулич. Он не такой, как у нас, его пекут в виде такого витого гнездышка, в котором лежит крашеное яйцо, а на подушку каждому положили шоколадку, и в вазочке стоял особенно красивый букет. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры сделал DimaTorzok